добрый день дорогие друзья с вами капля и продолжаем тему о дисциплине сегодня я хотел бы поговорить о целостной дисциплине дело в том что когда мы говорим о дисциплинировании мы должны четко понимать что если ребенок не послушен то он не послушен абсолютно во всем если ребенок не последователен то он не последователен во всем то есть если проблема касается какой-то одной части жизни то вы должны быть ну вы должны понимать что она будет касаться абсолютно каждой сферы поэтому когда мы с вами говорим о дисциплинировании нам нужно понимать что наша задача состоит в том чтобы посмотреть на картину в принципе почему я это говорю недавно я столкнулся с одним случаем когда один папа в разговоре со мной он сказал что его ребенок в принципе во всем достаточно хорош кроме вот определенной сферы в которой он демонстрирует даже бунт какой-то да такое противодействие это такая сфера жизни в которой которая не влияет абсолютно ни на что и вот здесь я позволю себе не согласиться если ребенок он проявляет непослушание вот в этой сфере то это просто-напросто является одной из таких тонких сфер где она проблема проявляется более ярко что ли все видно это значит что в других сферах эта проблема присутствует но мы ее пока не видим и я думаю что нам не стоит ждать когда она проявится и нам придется иметь дело уже с плодами и последствиями негативного поведения нам нужно очень четко понимать что если вам где-то там зазвонили вот эти колокольчики до сигнальные то это значит что проблема приближается это не значит просто что там происходят какие-то вещи и можно не обращать внимание потому что это не видно нам нужно понимать что мы должны осуществлять целостную дисциплину мы должны смотреть на все в комплексе не говоря что вот в музыке он молодец в спорте он молодец вот за столом просто ведет себя как свинья просто кидается едой но это ничего потому что люди этого не видят я более чем уверен что если он кидается едой за столом то есть проявляет неуважение к вам и к семье то на тренировках он ведет себя так же просто возможно он талантлив и тренер молчит боясь потерять его либо он делает похожие вещи в других местах поэтому когда мы говорим о дисциплине я хотел бы чтобы вы обратили внимание на то что она должна быть целостной а